Ребята, всем большой привет! Ну что ж, сегодня у нас снова такая домашняя атмосфера после недели влогов. Как вам, понравилось ли мое путешествие или нет, можете написать мне в комментариях. Но в принципе, по сути, я уже вижу, что вы комментируете, и мне очень-очень приятно. Спасибо вам большое! Итак, с новыми силами я прилетела, и вы знаете, у меня столько всяких посылок, но сейчас перед вами стоит то, что я купила в Иордании, а именно парфюмы. Я быстренько вам покажу, расскажу про все остальное. Я, в принципе, вам рассказывала уже в неделе влогах из Иордании. Там вы видели различные специи, какие-то вкусняшки. Половина съедена, раздарена, но то, что у меня осталось, это осталось, это мое богатство, как говорится. Давайте начнем с мужского парфюма. Это вот такой очень интересный парфюм. Я покупала его для своего молодого человека. Безумно, безумно вкусный аромат. Несколько лет назад я привозила с Арабских Эмират тоже великолепнейший парфюм. Он у меня, кстати, до сих пор еще есть. Упаковка просто лакшери. И здесь немножко упаковка попроще, потому что это мужские, но очень-очень вкусные, очень классные. Я очень осталась довольна. Вот такая упаковочка шла, поэтому если вы вдруг будете в Арабских Эмиратах или в Иордании, в Египте, я думаю, что у любых арабов вы точно найдете такие духи, а именно парфюм. Дурхам, по-моему, если вот не ошибаюсь, здесь написано. И к этому парфюму был еще вот такой маленький парфюм, такой же. 25 мл. Это, в принципе, полноразмерный вариант. Такая туалетная вода стоит совсем недешево, по сути, если мы зайдем куда-то в Литуаль или в Альдебате. А здесь у нас было две туалетные воды, и стоило это все в пределах 1200. То есть, понимаете, да, разницу за такой большой объем в 100 мл и плюс еще 25. 1200 мега бюджетно. Аромат просто потрясающий. Следующая моя находка, это вот такой парфюм, тоже безумно красивая упаковка. Вы знаете, мне даже жалко выкидывать, потому что как память только какая-то. Вы только посмотрите, насколько он красивый. Он весь ребристый. Слышите, да, звук? Невероятно красивый колпачок. Здесь вот какая-то эмблемка такая еще железная. Очень приятный аромат. Вы знаете, конечно, все восточные духи немножко специфичны, но я люблю такие сладкие, притерные, особенно в зиму, в холодное время года. Я не могла удержаться и не купить. Там были представлены такие же, только в золотом флаконе. В серебряном флаконе просто покорили меня. Они очень вкусные и, главное, очень стойкие. Они держатся на протяжении всего дня. Безумно-безумно классная находка. Вот запомните, как выглядит упаковочка. Обязательно приобретите. Еще для своего любимого я приобретала вот такой вот бальзам после бритья. Он его уже попробовал, сказал, что ему очень понравился. Я его, к сожалению, сейчас не принесла. Он стоит у нас в ванной комнате. Ну, упаковочка от него вот такая, так что, если что, тоже имейте в виду. Это линейка Beauty Secret. Очень такая популярная линейка в Ордании на соли Мертвого моря. И последняя моя находка, которую я покупала для себя, вот в такой коробочке. Это тоже парфюм, туалетная вода. Их здесь две штучки. Такая же история, как и с этими парфюмами. Один у меня шел по обычной цене и второй подарок. Я даже не знаю, как вам описать. Он очень сладкий, он очень вкусный. Вкусный, он стойкий, он такой женственный. Он раскрывается какими-то карамельками, ванилькой. Немного пряный. Очень приятный аромат. И рисками, что ли, какими-то. Поистине прям арабский сладкий аромат. Но это, наверное, не классический арабский аромат. Потому что, который нам предлагали именно прям арабские ароматы, они уж совсем специфические. И мы, как больше европейские люди, все-таки предпочитаем что-то такое более нейтральное, более спокойное. Были там, конечно, очень интересные ароматы, но не на повседневное применение, потому что они уж очень-очень терпкие и резкие. Подарочек лежала такая маленькая туалетная вода, тоже в объеме 25 мл. И вы знаете, как это классно. Во-первых, можно кому-то подарить. Также можно оставить себе и, например, носить ее в сумочке, а большую держать дома. Я рада. Это тоже где-то в районе 1200 рублей обошелся мне набор. Вот эта туалетная водичка тоже стоила 1200, но она была одна. Мне кажется, это супер выгодно, супер бюджетно. Каждый день наношу парфюм на себя, хожу благоухаю, так что вот осталось довольно. Для информации, если вдруг соберетесь, то знайте, что парфюмчики действительно арабские, очень крутые. Ну что, ребят, я плавно переместилась на кухню с моим добром, со всей моей пиар-рассылкой, с моими подарками, можно так сказать. Я вам сейчас просто быстро покажу, что мне пришло. Конечно, отдельно на все на это будут ролики чуть позже, когда я все протестирую. И да, это просто как бы такие вот распаковка посылок, ну, конечно, уже такое с первым впечатлением. Первая посылочка у нас из Новосибирска. Вот эта коробочка марка Шоконад. Это натуральная косметика, которая идет в основном на шоколаде. Вот видите, здесь перечислено в их каталоге, какие линейки у них есть. Также сайт, если что, сможете пройти вот по этому сайту и посмотреть всю их продукцию. Я оставлю вам все ссылочки всех магазинов, где я что приобретала, где, откуда мне что прислали, чтобы вы знали, потому что вы просите. Так вот, ссылочки обязательно будут. Давайте приступим. Первое, что я вам покажу, это у нас гельпенка для умывания, для лица сухого и нормального типа кожи. Шоколадная. Действительно пахнет шоколадом. Мне очень понравилось, реакции никакой не вызвало. И, кстати, эта гельпенка не как обычный продукт, который мы наносим при контакте с водой, и она вспенивается, а это именно как молочко. Легкое молочко, которое наносится на ватный диск. Следующая, это у нас крем-маска Облако для сухой и нормальной кожи лица. Шоколадно-клубничная. Действительно безумно приятно пахнет клубнично-шоколадным ароматом, как йогурт. Немножко есть эффект джения, но он комфортный. То есть, вы спокойно переносите все эти 15 минут, пока ходите с маской. Посмотрите, какая красивая упаковка. Везде есть логотипы. Очень красивые баночки. Натуральный состав, просто натуральнейший. Ну, конечно, это не может не радовать. Еще одна вот такая малюська. Это у нас масло-бальзам для сухой и нормальной кожи. Шоколадно-клубничный. Ребят, это такой даже не бальзам, это действительно масло твердое. Как знаете, твердые плитки для тела. И при контакте с кожей, когда вы его немножко массируете между пальчиков, он тает. Он очень хорошо впитывается, никакой жирной пленки он на лице не оставляет. Вот видите, я его уже пошкрябала. Мне очень понравился и очень-очень приятный аромат. Действительно, очень вкусный. И третья моя малявка, это гаммаж пилинг. Шоколадно-клубничный мусс. Действительно, муссовая консистенция. Очень приятный. Не дерет кожу, деликатно скрабирует. Я такие пилинги очень люблю. Мне безумно понравился. Действительно, гаммаж. Он более мелкий и более тщательно даже скрабирует, нежели чем обычный скраб. Поэтому, если у вас кожа чувствительная, нормальная, склонная к сухости, переходите лучше вот на такие гаммажики. Мой вам совет. Тоже аромат потрясающий. В серии шоколада я взяла себе тоник шоколадный, белый шоколад. Очень приятно пахнет. Но здесь заявлено, что тоник идет для жирной, комбинированной, проблемной кожи лица. Но самое главное, что здесь нет спирта. И поэтому я его решила попробовать. Потому что, если бы он, конечно, был со спиртом, моя бы кожа его никак не вынесла. И я бы его не стала тестировать. Пока что мне понравился. Кожу никак не щипет. Хорошо увлажняет. И последнее, что лежало в этой посылочке, вот такие пробнички. Значит, здесь у нас гель-маска молочный шоколад для любого типа кожи. Повышение тонуса и упругости кожи лица и тела. Также лежал у нас пробничек крем-суфле для лица золотой, ультра-омоложение. Крем для лица антиакне со спирулиной. Вы знаете, конечно, эти пробнички все мне не совсем подходят. Какие-то, может быть, отдам подружкам. Вот это вот маме про омоложение. Но в любом случае, очень приятно. И вот с помощью таких сошеток можно попробовать и понять, нравится ли вам продукт или нет. Этой посылкой я осталась пока что довольна. Как уже и говорила ранее, будет отдельный обзор. Так что обязательно ждите. А ссылочку на магазин ловите внизу в инфобоксе. Пошли дальше. Следующая коробочка. Это у нас марка Клеона. С Клеоной я уже не раз сотрудничала. Мне безумно нравится эта косметика. Тоже супер натуральная. Поэтому без озрения совести решила посотрудничать и попробовать эту продукцию дальше. В общем-то, знакомство мое продолжилось с гидролат яблока. Девочки, как же он вкусно пахнет. Это что-то с чем-то. Это действительно, знаете, такой яблочный сок. Причем очень тонкий, очень нежный. Ну, гидролаты я просто обожаю. Вот когда с пульверизатором, после того, как вы умылись, просто нанести и освежить кожу лица. Это просто благое дело. Всем советую. Обязательно попробуйте. Может быть, не именно этот гидролат. Просто если вы попробуете гидролаты, вы уже в них точно влюбитесь, как я. Дальше у меня много вкусных вкусняшек. Например, сейчас я вам все их достану, сразу покажу. Я ни разу не видела до этого у Клеоны таких новиночек, а это именно новинки, как я понимаю. Вот такие миниатюрки по 100 мл. Они все разные. Значит, у меня есть натуральное молочко для тела. Молочное, увлажняющее, смягчающее. Аромат у него, вы знаете, мне почему-то напоминает лаванду. Я не знаю почему. Но что-то в нем такое есть. Может быть, в составе там есть действительно экстракт лаванды. Есть что-то. Но он не отталкивающий. Он вообще нейтральный, в принципе. И для кого-то он, может быть, совсем не пахнет. Для аллергиков, кстати, мне кажется, очень-очень подойдет. Также из молочных консистенций для тела. У меня есть натуральное молочко для тела кофейное. Увлажняющее, тонизирующее. Кофе здесь, конечно, пахнет. Но не так, как мы все привыкли, что прям супер-супер вкусно кофе. Здесь действительно натуральный экстракт кофе. Очень тонкий, нежный. Опять же, приятный. Не бьющий в нос. И мне также очень понравился. Я все эти продукты уже попробовала по разу. Мне действительно понравились. Третий продукт у меня молочко для тела. Апельсиновое. Увлажняющее, освежающее. Этот продукт мне понравился больше всех. Действительно, безумно вкусно, приятно пахнет апельсином. Но у меня на цитрус, в принципе, всегда аллергия. И я немножко, знаете, такими красными пятнышками иду по телу. Но это временно. Я все равно иногда готова потерпеть. В принципе, маленький тюбик я его использую. Был бы большой, еще бы подумала. Но вот этот использую с удовольствием. И такие миниатюрки удобно брать куда-то с собой в поездку. И из этой же линейки у меня есть натуральный гель для душа апельсиновый. Вот, в принципе, вот я их в паре так брала. Тоже очень вкусно пахнет, очень крутой. Также мне очень-очень понравился. Еще из этой линейки мне положили вот такое мыло банное молочное. С цветочным медом и ванилью. А пока что вот в упаковочке она упакована в такой прозрачный. Для меня оно ничем не пахнет. Как я уже говорила, молочная вот эта линейка, как вот это молочко, не имеет какого-то сильного аромата. Поэтому, опять же, для меня, как для аллергичной кожи, зачастую, да, какие-то высыпания, диатезы, еще что-то, мне точно подойдет. Буду пробовать. И последняя вкусняха, которая просто взорвала меня вчера. Это шоколадный скраб для тела, питательно-смягчающий. Девчонки, я... Я не знаю, как передать. Это экстаз какой-то, реально. Я сейчас попытаюсь вам открыть. В принципе, вот, у меня получилось все быстро. Это просто непередаваемый шоколадный аромат. Вы только посмотрите. Вы видите вот эти вот кремовые гранулы, которые входят в состав этого скраба? Я сначала не поняла, что это такое, но потом, когда я прочитала состав... Ребята, это орехи. Это натуральные орехи. Как паста нутелла, только еще с орехами, которую просто не хочется использовать на свое тело, которую хочется нанести и съесть на какой-то вкусный тост. Вы просто не представляете, насколько крутой этот скраб. Безумно, безумно крутой продукт. Я вчера просто кайфовала, когда его использовала. Девчонки, если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Это просто действительно удовольствие для вашей кожи. Ни капельки не пожалела, что попробовала. Состав здесь просто потрясающий. То же, что он делает с кожей, это просто фантастика. Просто находка. Обязательно, наверное, вернусь к нему еще. Скрабов сейчас, конечно, много. Давно меня так скрабы не удивляли, как вот этот. Посылкой, конечно, осталось довольно. Также ссылочку сможете найти внизу в инфобоксе. Еще, что самое главное вам не показало. В этой посылке мне тоже положили вот такие пробнички. Тоже очень приятно. Крем для лица, ночной, дневной, для нормальной сухой кожи. И также у них есть линейка Femina. По-моему, так она называется. Фитология и Оливия. Это что у нас? Деликатный уход. Для интимной гигиены положили вот такие вот пробнички. Тоже будет очень интересно попробовать. И помимо того, что мне и так подарили кучу подарков, мне еще в подарочек положили вот такой бальзам для губ облепиховой. Вот такой маленький бальзамчик. Он очень вкусно пахнет. Действительно облепиховый. Видно, что он ручной работы, потому что когда-то я занималась всяким мыловарением. И знаю, что когда вот такие вот, видите, как белые сахаринки, просто он так застывает. Это тоже внушает доверие, потому что продукт натуральный. Как будто прям облепиховое маслице наносишь на губы. Тоже безумно понравилось. Вообще, спасибо большое марке Клеона. Мне безумно приятно получать такие подарки. Следующее, то, что, наверное, мозолит вам глаза, это вот такая коробка от Нивеи. Как ни странно, это тоже коробочка на обзор. Я ее сама не покупала. Вы знаете, есть какой-то сайт, где можно написать, и если тебе повезет, тебе что-то присылают из продуктов Нивеи. Я просто как-то вот ради интереса туда написала. Честно, я даже не думала, что мне там что-то пришлют. Но мне повезло. И я попала под раздачу. Больше никак это не назову. Вот таких кремов дневной и ночной. Энергия молодости. Новинки. Я не знаю, вышли они еще или нет. Должны, наверное, выйти. Здесь у нас 35+, несмотря на то, что у меня нет 35, но я все равно с радостью протестировала. Сегодня я попробовала дневной крем утром и вечером попробую ночной крем. Для меня это пока что такие неизведанные новинки. Выглядят они как, знаете, вот этот Майкап Эксперт. Такие же полуплоские баночки. Текстура у них немножко, конечно, плотнее, нежели чем у тех из Майкап Эксперт. Потому что те у нас как основа под макияж, как база. Здесь у нас уже как такие ухаживающие плотные текстуры. Первое впечатление у меня положительное, но ночной я еще не пробовала. Поэтому, конечно, отдельно тоже где-нибудь в покупках я вам расскажу. Пока что понравилось. Будем дальше тестировать. Надеюсь, также не разочарует. Следующая коробочка на подходе. Это у нас корейская косметика. Но тут не совсем корейская. В общем-то, давайте начнем не с корейского. Я единственный шампунь вот тут заказала, который у нас, по-моему, российского производства, если я не ошибаюсь. Это у нас шампунчик с лимоном, который придает блеск, очищает, питает для всех типов волос. У меня в последнее время напряженка с шампунями, как ни странно. Бальзамов, масок куча, я уже вам, по-моему, говорила. А вот шампуни очень мало. Сейчас решила исправить эту ситуацию, побольше заказать шампуни. Буду пробовать. Пока что ничего тоже сказать не могу. Но пахнет он очень-очень приятно. Остальные средства у нас корейского производства. Марка Farmstay. Это пенка для умывания с гранатом. Знаете, я когда заказывала, я чего-то не думала, что она будет такая большая. Она действительно как, знаете, полноформатный гель на душа. Здесь, наверное, да, 180 мл. То есть, в принципе, продукта очень много. И хватит мне ее, наверное, на супер-супер долго. Я еще пока ее не пробовала. Сегодня буду тестировать. Самое главное, чтобы она не щипала глаза. Потому что в основном вот такие корейские умывалки зачастую бывают очень сильно щипят глаза. Следующий продукт у нас из этой же марки Farmstay. Это у нас банановый крем для рук. Я просто не смогла удержаться. Во-первых, тоже с кремами для рук у меня сейчас большая напряженка. У меня мало всего для ручек осталось. И думаю, тоже надо исправлять ситуацию. Посмотрите, какая классная упаковка. Яркий, желтый. Сразу хочется чего-то летнего, сочного. Очень приятно пахнет. Но, кстати, намного нежнее, чем я себе представляла. То есть, если сравнить, например, марку Organic Shop и вот эту, намного мягче аромат банана, нежели чем в Organic Shop. Очень приятно. Здесь 90 грамм. У нас надолго мне тоже хватит. Так что с удовольствием буду его использовать, конечно же. Ну, я его пробовала. Мне пока что понравился. И, конечно, куда же Наташа без корейского ухода, а именно маски. Я не знаю, не буду коверкать. Вот, посмотрите, марка. Вот сверху видите логотип в левом углу. Вот так у нас называется марка. Здесь у нас маска с лимончиком, маска с медом и маска с огурцом. Я обожаю корейские маски. Просто без них жить не могу. У меня сейчас уже скопилась такая коллекция, что круто. Очень круто. Каждый раз, каждый там выходной я люблю сделать себе такое спать. Тем более, с корейской косметикой это вдвойне приятно. Так что также ссылочку найдете внизу, ребят. А, конечно же, чуть позже будет более подробное видео. Ребята, и последняя коробка. Мне кажется, знаете, деточка, а ты не лопнешь после этого всего. Наверное, так мне напишут. В общем-то, последняя коробка это у нас Fratishop. Такой интернет-магазин уже, с которым я сотрудничаю не раз. Нравится мне ихняя доставка. Все мне нравится. Поэтому обязательно вам советую, ребят. Самое главное сейчас для многих важный критерий. Это очень-очень бюджетная косметика. Действительно хорошая на натуральных компонентах. И, в принципе, Fratishop такой большой интернет-магазин. Там можно выбрать и бытовую химию, и для тела, для лица, в общем, для волос, для всего-всего. Мне здесь пришел каталог Fratishop. И также пришла счет-фактура, что я заказывала. У меня заканчивается жидкое мыло, поэтому я решила взять попробовать вот такое. Так вот, это мыло было супер-супер бюджетное. И в нем тысячи миллилитров. То есть, это очень большой флакон. Его можно просто разлить и поставить по нескольким ванным комнатам. И на кухню манго и имбирь. И пахнет оно очень-очень приятно. Также могу посоветовать, оно кремовое, кожу не сушит. Я попробовала один раз. Из Карелии органики. Я взяла себе освежающий биогель для душа с голубикой. Вы знаете, я думала, он будет пахнуть чуть-чуть поприятнее. Не то, что поприятнее, а будет именно такой больше ягодный аромат. Ну, да, я не могу его назвать ягодным. Нейтральный аромат для мужчин, для женщин подойдет. Поэтому тоже имейте в виду, что такой флакончик можно использовать для всей семьи. Также для волос из линейки Карелия органика, биошампунь с органической северной облепихой и фитокератином. Очень приятно пахнет облепихой, нежно, не бьющий в нос. Тоже буду с удовольствием тестировать, надеюсь, мне понравится. И из этой же линейки взяла биомаску для волос с облепихой. У меня такая маска была с кленом, что ли, если я не ошибаюсь. Такая зелененькая, безумно мне понравилась. Уж вот что-что, я не ожидала, что маска будет такая крутая. Поэтому решила попробовать еще вот такую с облепихой, надеюсь, они будут очень похожи. И еще два продукта. Первый это у нас турецкий кофе, кофейный скраб. Очень вкусный скраб, действительно прям кофейный-кофейный пахнет. Просто потрясающе. Я уже заказывала такой скраб, решила заказать еще один, потому что это просто космос. Тоже обязательно попробуйте. Там скрабирующие частички сахарные, достаточно крупные. Для тех, кто любит сильный скрабирующий эффект, такой, знаете, разогревающий. Я думаю, вам понравится. Ну и запах у него, конечно, просто потрясающий. Также там добавлен действительно молотый кофе. И из линейки Прованс я очень долго думала, заказывать, не заказывать. У меня сейчас тоже мало достаточно тоников. Я решила, ладно, была не была, попробую. Это линейка Прованс лаванды. Я очень переживала за то, что будет очень сильный, яркий аромат лаванды, который я, честно признаюсь, не очень люблю. Меня иногда от нее немножко подташнивает. Не знаю почему, хотя как цветок лаванда, да, как растение, безумно нравится, безумно красивый. Но аромат вот не переношу. У успокаивающий тоник для лица, без парабенов, без СЛС, конечно, без содержания спирта. И когда я его протестила на аромат, действительно настолько обрадовалась, что лавандой он вообще не пахнет. Он пахнет чем-то нежным, кремовым, но не лавандой. Поэтому с удовольствием буду пользоваться, тестировать. Здесь у нас улучшенная формула. Переиздали какую-то формулу. Если вы уже пробовали, напишите, пожалуйста, как, вам будет очень интересно. И также ссылочку ловите внизу в инфобоксе. Ребята, остались у меня, в принципе, последние покупочки, которые я сделала в фикс-прайсе. Уже сама лично ходила, покупала. Во-первых, сразу, наверное, бросается в глаза вот такие вот салфеточки термо. Я не могла пройти мимо них. Они настолько красивые. Вообще у меня уже коллекция собирается этих термосалфеток. И новогодние, и осенние. Это уже какие-то летние, весенние. Мне захотелось чего-то яркого привнести на свой кухонный стол. Поэтому вот такие термосалфетки супер бюджетные. Также вам советую обязательно приобретить. И фиксы, они продаются. Дальше я просто не смогла пройти мимо такого чехла для паспорта. Это чехол-органайзер, да, обложка. Здесь можно и банковскую карту положить, и какие-то денежки. У меня уже такая обложка есть на заграни. Безумно удобно, действительно. Взял вот такую одну обложечку с паспортом и пошел. Здесь тоже самое. Поэтому взяла российский паспорт, сюда с удовольствием положу. Потому что моя бьюти-обложка, которая бьюти-паспорт, он немножко уже замылился. В сумке валяется и уже потерял товарный вид. Дальше взяла вот такие салфеточки КТ свои любимые. В сумке тоже носить, без них никак. Закончилась у меня жидкость для мытья посуды. Я взяла Сенергетик, потому что ему уже доверяю. Конечно, давно им пользуюсь. Тоже много чего у меня было из этой марки. Мне, в принципе, все нравится. Зеленый чай. Пахнет очень-очень приятно. И всех ароматов мне понравился больше всего вот такой нейтральный. И взяла два средства для стиральной машинки. Вот этот гель. Сейчас отсвечивает. Вот этот гель для стирки универсальный. Мне безумно нравится. Стоит 50 рублей. Это экономно, бюджетно, выгодно. И он очень классно стирает. Вкусно пахнет. Пять в одном. Вот моя пачка сейчас заканчивается. И у меня уже на смене вторая. Так что обратите внимание. Действительно советую. Классное бюджетное средство. И вот такой взяла Ленор попробовать. Здесь у нас масло ши. Аромат у него потрясающий. Очень вкусный. Мне безумно понравился. Тоже буду его использовать. Не знаю, что как-то они не доливают. Посмотрите. Вот это вот что. Как будто я уже его истратила. Но на самом деле я им не пользовалась пока. Кондиционер для белья. Стоит он 99 рублей в фикс прайсе. Поэтому тоже обратите свое внимание. Ленор я, в принципе, вообще очень люблю. Мне он нравится. Вот такие маленькие покупочки. Ребята, и последнее, что я вам сегодня покажу. Это от сайта New Chic. Мне прислали пару вещиц. Первая вещица, которая вы сейчас увидите на мне чуть позже. Это вот такого лососевого очень красивого цвета. Это поясочек от этой вещи. Я вам сейчас о ней более подробно расскажу. Дальше вот такой как бы бюстгальтер. Не могу назвать его совсем прям стопроцентным бюстгальтером. Потому что это все-таки такая, знаете, как вещица. У кого, наверное, небольшая грудь. Он будет очень красиво смотреться. Здесь нету чашечек, как вы видите. Он полностью кружавчатый, прозрачный. Вот такие выемки у него. Ну, классный, красивый такой топик. Мне, в принципе, он понравился. Его можно одеть под что-нибудь, знаете, такое открытую кофту, где немного виднеется декольте. Будет действительно красиво. Но, опять же, главное не переборщить, потому что вещь достаточно интимная, как вы видите. Стоит она копейки, на самом деле. Совсем недорогая. И из бижутерии мне пришли вот такие сережки. Очень красивые. Мне они нравятся. Их особенно летом под что-нибудь красивое можно одевать. Под платьишки, например, под какие-то сарафанчики. Будет, мне кажется, смотреться очень классно. Давайте вам сейчас чуть-чуть приближу. Вот, ребят, надеюсь, вам сейчас хорошо видно. Вот такие узорчики на них. Не знаю, мне нравятся. Очень просто, лаконично. Стоят они тоже достаточно недорого. Поэтому, если что, также по ссылочке сможете пройти, посмотреть. Там много разной бижутерии. И сейчас вам покажу одну вещь, которая уже такая полноценная, полноформатная, которую вы увидите сейчас на мне. Так, ребятки, и последнее вот то, что на мне как раз таки хотела вам показать. Быстренько, а то я уже опаздываю. У меня сейчас встреча. В общем-то, посмотрите, это такой халатик-кардиган. Это не домашний халат ни в коем случае. Именно выходной такой халатик. Не халатик, а кардиганчик, да? Который предназначен больше для супер теплой весны. Или для такого лета прохладного, вечернего лета, да? Когда вечер и хочется что-то на себя накинуть. Очень красивая вещь. Очень интересно, вот здесь вот сделан крой, который, видите, идет как бы... Не знаю, как объяснить, ребят, правда. Ручки все полностью по длине. Достаточно длинный. То есть, если я вот так вот встану, он коленочку, видите, да, прикрывает. Для более низких девушек, да, с более низким ростом. Возможно, такая вещь не супер подойдет. Но поскольку я вот высокая, мне такая вещь очень идет. И, в принципе, я люблю такие кардиганы. Здесь вот так развязывается поясочек. И можно носить его именно вот так. Как кардиганчик такой длинненький. Тоже очень классно смотрится. Саня, обращайте внимание, я там в топике. Хорошая вещица на самом деле. Классная, легкая. Конечно, я ничего не говорю. Это, скорее всего, да не скорее всего, это синтетика. Но все равно для лета, мне кажется, очень круто. Там был вариант между черным и вот таким цветом. Я выбрала такой, потому что все-таки черного и так достаточно в моем гардеробе. А чего-то яркого маловато. Так что буду носить с удовольствием, ребят. Если вас заинтересовало, то ссылочку вам оставлю на эту вещицу. На самом деле, классная. Моей маме очень понравилось. Если она сказала, что что-то необычное, не как у всех, нужно выделяться. Ну, мои хорошие, на этой нотке я буду с вами потихонечку прощаться. Я не накрашенная, как всегда, блин. Просто, как я приехала с отпуска, у меня мои глаза еще хуже обострились. И, в общем-то, было что-то вообще ужасное. И сейчас то, что вот вы видите перед собой, это вообще идеальный вариант. Все у меня... Ту-ту-тфу, вот правда. Я надеюсь, все у меня проходит и прошло. Вот тут вот веки немножко красноватые. Но у меня, говорю, всегда так было. У меня от аллергии нет болезней. Это, в принципе, мое нормальное состояние. Но то, что вот тут вся краснота ушла. Слава богу. Я безумно рада. И вы не представляете, как я переживала, когда я приехала уже в Рязань сюда. Да, и у меня это все как-то еще хуже начало обостряться. Может быть, из-за перемены климата и там на что-то была аллергия. Я ездила к врачу, и мне, конечно, много чего запретили кушать. Я вот сейчас даже до сих пор некоторые вещи еще пока не ем. И косметикой вообще не мажусь. Ничего на себя не наношу, кроме какого-нибудь бибикрема. Но глаза я обхожу стороной, потому что все-таки здесь очень чувствительная кожа. И она бывает часто шелушится у меня. Пусть у меня немножко такой мертвячий вид. Все-таки, знаете, красота, естественно, требует жертв. Главное, чтобы у меня не было больше вот этих вот красных покраснений именно вот в плане пятен. Все, снимаю я себе эту летнюю вещицу. Одеваю зимние, потому что на улице у нас еще зима. Поеду встречусь с подружкой. Вам большое спасибо, что смотрели этот влог. Надеюсь, он вам понравился. Кстати, да, вы видите, что я без ресниц, как будто у меня вообще их нет. Я их сняла, потому что тоже, когда началась эта аллергия, я подумала, что это только еще хуже и обостряет. Хожу без всего. Все, ребятки, всех целую, обнимаю. Спасибо вам за просмотр. Обязательно пишите комментарий, понравился ли вам такой влог. Так что до новых встреч уже совсем скоро. Я думаю, что какое-то время вы потерпите мои влоги. Для стационарных видео у меня совсем еще не выросли ресницы. И, в принципе, я еще не привела себя в идеальный вид на лице, какой бы хотела. Всех целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok